Теперь о том, что происходит в мире в преддверии предстоящих европейских выборов и неформального саммита ЕС. В Румынии Еврокомиссия внесла ряд политических рекомендаций для развития Европы до 2024 года. ЕС должен становиться более амбициозным и усиливать свою глобальную роль. Об этом в Брюсселе на пресс-конференции заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Он подвел итоги своей работы на посту главы Еврокомиссии. За последние пять лет стратегическая повестка развития ЕС была согласована еще в июне 2014 года на основе предложенных Юнкером 10 политических приоритетов. Своим главным достижением за это время он назвал сохранение Греции в еврозоне. Провалом же отнес несвоевременную реакцию на финансовый кризис Люкс Ликс в 2014 году, а также невмешательство в процесс подготовки референдума по Brexit в Великобритании. По его словам, Брюссель в 2016 году последовала просьбе бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона не вмешиваться во внутренние дела страны. Сегодня Евросоюз должен смотреть вперед, извлекая уроки из опыта и опираясь на свои успехи. Мы должны быть еще более амбициозными и целеустремленными, чем когда-либо прежде, и усиливать глобальную роль ЕС как ответственного игрока. Что касается торговых отношений с Китаем, а ЕС это касается, у меня есть ощущение, что большая часть торговых проблем в мире должна рассматриваться в контексте этой напряженности между США и КНР. Если у инвесторов не будет ощущения, что торговые проблемы между США и Китаем могут быть решены в скором времени, инвестиционный климат по обе стороны Атлантики и по всему миру ослабнет. Экономический рост в зоне евро должен был достичь 1,2% в этом году и 1,5% в 2020 году, но по всему ЕС эти цифры будут соответственно 1,4% и 1,7%. Экономика каждой страны ЕС, как ожидается, продолжит расти в течение этого года и в следующем, хотя и более медленными темпами. В Италии устанавливается слабый рост, что может подтолкнуть дефицит бюджета до 2,5% в этом году. Исходя из предположения о сохранении текущей экономической политики, к 2020 году он достигнет 3,5% от ВВП этой страны.